на библейский портал экзегет поступил вопрос является ли потеря ребенка на ранних сроках беременности грехом если поразмышлять эту тему то можно будет подумать о том что это и нечестный случай тоже ведь могут быть некие гормональные сбои которые приводят такой потери беременности бывают разные внешние воздействия может быть стресс который женщина переживает но что бы то ни было какие бы ни были причины внешние внутренние все же нужно вспоминать о том что как мы знаем из священного писания что на главе человека сочтены даже волосы господь знает абсолютно все о человеке и жизнь и смерть не бывает случайными господь повелитель жизни и господь является тем кто попускает смерть значит речь идет о том что все же это явление не просто из мира физиологии речь идет о том что это есть некое событие еще и духовной жизни это касается и женщины и мужа ее что это семье будем это семейные проблемы все же всякие скорби которые попускает нам господь так или иначе призывают нас к покаянию дело в том что без скорбей без какого-то воздействия на нас без сильных переживаний без испытаний мы зачастую не сможем переосмыть свою духовную жизнь зачастую скорби помогает нам приблизиться к богу потому что нам хочется найти защита человека мы не находим нам хочется утешиться по-человечески и мы не можем утешиться нам хочется подкрепиться опираясь может на какие-то условия нашей жизни внешней и у нас не получается подкрепиться и так или иначе приходит богу и там находят утешение но это утешение наступает тогда когда бывает покаяние когда мы не просто просим бога о помощи хотя это тоже нужно но когда мы все же каемся своих грехах потому что духовная жизнь это есть жизнь в покаянии господь призывает нас к этому чтобы отвратились от наших грехов чтобы мы обратились богу чтобы мы поменяли свою жизнь это если мы посмотрим на молитву которая читается женщине потерявший младенца то там есть такие слова прошение священник читает молитвы просят о женщине в убийство впадшую волю и неволю или неволю зачатом неизвершую и в этой молитве есть прошение грехов вольных и невольных согрешений и далее в этой молитве есть просьба о сохранении этой женщины от всякого дьявольского казнодейства и чтобы господь исцелил ее от всех болезней связано еще с тем что женщина пережила поэтому любом случае надо помнить что помните как 50 словами все вы беззаконник зачата есмь и в игре всех родиме мать и моя и мы с вами нуждаемся в покаянии если происходит такое потому что не бывает человека который пожил бы и не согрешил